МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Универсальный солдат". Сегодня это не персонаж голливудских боевиков. Каждый боец антитеррора должен быть именно таким солдатом. И оружие у него должно быть универсальным. Модульный стрелковый комплекс ГРОЗА один из лучших современных образцов такого вооружения. Что может лежать в таком чемоданчике? Ну, скорее всего, какой-нибудь музыкальный инструмент. Габой или кларнет. На самом деле здесь лежит 4 вида стрелкового оружия. Здесь есть автомат, штурмовой автомат, гранатомет и снайперская винтовка. А в основе комплекса всем хорошо известный автомат Калашникова АКСУ. Правда, автомат глубоко модернизированный. Штурмовой стрелковый комплекс ГРОЗА появился на свет в конце 80-х годов. Раньше ничего подобного в нашей стране не делали. И не потому, что не могли, просто это было не нужно. Все оружие создавалось в соответствии с концепцией глобальной войны. Требовалось как можно больше автоматов, пулеметов и пистолетов, с которыми мог справиться буквально каждый. Стрелковое оружие должно было быть простым, надежным, безотказным. Автоматы Калашникова отвечали этим требованиям в полной мере. Но времена изменились. В советских силовых структурах стали создаваться специальные подразделения. Задачи им ставились самые разные. А вот оружия для их выполнения у отрядов спецназа не было. Калашниковы не слишком подходили. Нужно было срочно создавать что-то новое. Но что? Ответ подсказали сами бойцы. В начале 90-х годов группа военнослужащих подразделений спецназа внутренних войск посетили подразделение специального значения по борьбе с терроризмом Австрии Кобру. После посещения мы увидели много разных новинок, которые нас приятно удивили. Одним из таких вариантов было изделие АУК. Нам понравилось то, что это было универсальное оружие, которое позволяло вести огонь пистолетным патроном пара и натовским патроном. После определенной переделки, замены на чтволовок. Все это находилось в едином комплексе. Это было достаточно удобно. По приезду командующий внутренними войсками организовал встречу военнослужащих подразделений спецназ с конструкторами СКИП. Мы изложили свои мысли, идеи, видения. И буквально в минимально короткие сроки, в течение нескольких месяцев, появились два изделия. Первое изделие – это был пистолет-пулеметки «Парис». И второе изделие – это комплекс «Гроза». При создании «Грозы» за основу был взят АКСУ, как наиболее компактный из всех существовавших тогда автоматов. Но переделали его кардинально. Сама схема стала другой. Автомат и гранатомет объединили. А необычная для того времени компоновка «Булл Пап» улучшила балансировку, снизила вес комплекса и уменьшила габариты. Эта концепция была разработана и реализована в Тульском Центральном КБ спортивного и охотничьего оружия. Как известно, любое оружие делается под определенный патрон. Поэтому сначала вполне естественно использовали штатный патрон АКСУ калибром 5,45 мм. Но это решение оказалось отнюдь не лучшим. Особенно для городского боя, обычного для спецподразделений. В первую очередь, пуля этого патрона опасна для самого стрелка и мирных граждан, случайно оказавшихся поблизости. Немногим лучше показала себя пуля автоматного патрона калибром 7,62. В итоге остановились на 9-мм патроне, разработанном для снайперской винтовки винторез. Его тяжелая пуля с низкой начальной скоростью подошла лучше всего. Рикошета она практически не дает. Модульная конструкция позволяет собрать 4 варианта оружия. Базовым является малогабаритный автомат с магазином на 20 патронов. У него есть механический прицел для стрельбы патронами на дистанции до 200 метров, откидная рамка прицел для гранатомета и крепление под оптический прицел. Особенностью этого варианта грозы стал единый спусковой крючок гранатомета и автомата. Стреляют из гранатомета стандартными 40-мм выстрелами. Применяют и специальную газовую гранату-гвоздь. В снайперскую винтовку гроза превращается довольно просто. Достаточно присоединить оптический прицел и ПБС – прибор бесшумной стрельбы. Но даже с этими приспособлениями прицельная практическая стрельба возможна только до 200 метров. Штурмовой комплекс ОЦ-14 «Гроза» так и не получил широкого распространения. Но он сыграл большую роль в разработке тактики применения оружия ближнего боя. До этого комплекса в советских и российских силовых структурах не было оружия, скомпонованного по схеме «буллпап». Сейчас немало подобных систем. Но именно «Гроза» стала первым российским образцом универсального оружия антитеррора. Продолжение следует...